Здравствуйте, друзья! Продолжаем общение. На связи Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности Центра юридической защиты, компания «Алиам». Я вас приветствую сегодняшним ранним прекрасным утром и хочу вам сегодня рассказать самую больную, самую, собственно говоря, осветить самую животрепещущую тему. Это наши дорогие, любимые службы взыскания, коллекторы и вся вот эта шушера, которая себя изо всех сил позиционирует и пытается своими словами вот этими вот умными и селишком уж страшными для многих из-за простых людей поместить в правовое поле, в рамки правового поля. И с точки зрения любого даже малоопытного юриста эти попытки совершенно, скажем, бесполезны и смешны. Многие из вас наверняка слушали мои переговоры на моем канале на YouTube и тому подтверждение, собственно, это и есть подтверждение моим словам. Ну давайте вот так вот обозначим как бы эту тему на два раздела. Алгоритм общения с коллекторами при их визите домой, алгоритм общения с коллекторами по телефону. Почему я, в принципе, при визите домой вот первым поставил для ответа? Да потому что тут разговаривать не о чем, дорогие мои. Если к вам приходит не сотрудник банка, а нечто, чудо, похожее на какого-то солидного человека, сразу запомните, кто такой коллектор, для вас он никто. Как любой посторонний, вот прохожий, вот прохожий имеет больше шансов завести с вами разговор, что-то у вас спросить, чем коллектор. Ну естественно, если вы понимаете, что происходит в данный конкретный момент времени. Коллектору вы не обязаны даже, скажем так, подмикивать, подмикивать, а не то, чтобы сообщать какую-то информацию о себе. Они рассчитывают лишь на одно. Помните, я всегда говорил, чем они манипулируют очень искусно? Это ваша неосведомленность, ну незнание. И вот это вот незнание формирует устойчивый страх. Вы отказываетесь даже размышлять, подумать, разрешить себе пустить вот в голову свою мысль о том, что коллектор это никто, ничто, и звать его никак. Так, и вы можете со всем возможным спокойствием послать его, как говорится, куда подальше. Прямо туда, куда вы думаете. Потому что он не имеет ни одного, ни малейшего законного основания являться к вам домой и уж тем более требовать от вас какого-то конструктивного, как они любят выражаться умными словами, диалога. Дорогие мои, то есть вывод, если к вам пришел коллектор или кто-то и пытается на вас воздействовать, первое, что вам нужно сделать, помните, я в предыдущих обращениях обещал вам рассказать небольшую историю. Совсем небольшую, поэтому послушайте. Для кого не секрет, что мы проводим, регулярно проводим мастер-классы, очень хорошие мастер-классы, на которых учим своих студентов, вот в том числе и общению с коллекторами. Одна моя студентка из области, здесь, из Ленинградской области, рискнула, как она говорит, собралась силами, и когда к ней пришли коллекторы, а я хочу предысторию рассказать, до этого она была обычным клиентом всех этих коллекторов, а именно боялась, мычала, блеяла что-то, выдумывала. В общем, короче говоря, с точки зрения коллекторов была тем лакомым кусочком, которым они любят объедаться. Человек, который не знает и из-за этого боится. Ну, после наших вот курсов она естественным образом преобразилась, метамофоза произошла, и в один прекрасный день услышала звонок в дверь, посмотрела в глазок, увидела незнакомую физиономию, спросила, кто вы такие. Они ответили, мы по поводу вашего долга. Как она мне рассказала, меня все начало колотить, но у меня возникла какая-то решимость, злость в перемешку с целеустремленностью, с какой-то, и любопытством, что же из этого выйдет. Короче, такой комок хорошего безрассудства, перемешку с благоразумием. Она открыла дверь, впустила этих двух упырей, мальчика и девочка, ну так я буду говорить, у них мозгов, потому что у обоих, как у мальчика, у десятилетнего, и у девочки десятилетние, ну хотя на вид, как она говорит, но потом мы узнали, одному 32, другой 38 лет. Она их впустила с трясущимися руками, как она говорит, вся спина вспотела, потому что выглядели они очень презентабельно, держались совершенно строго и, скажем так, прям воспитательный процесс какой-то от них веял, да, вот что вот они сейчас пришли вас в жизни учить, а мы обязаны их слушать и внимать вот их опыту жизненному, да. К чему он привел этот опыт сейчас дальше, вы поймете, их жизненный. Так вот, она их впустила, по нашим рекомендациям закрыла на ключ дверь изнутри, попросила у них документ, подтверждающий, что они из банка. Естественно, они ей его не предъявили. А сказали нечто следующее, что вы не в том положении, чтобы мы вам еще какие-то документы показывали. Тогда она спокойненько говорит, меня это взбесило, они у меня дома, тут про мое положение мне что-то рассказывают. Она пошла элементарно при них, взяла телефон, позвонила в полицию и сообщила, что у нее в квартире вымогатели. Она их закрыла и они ей угрожают. Наряд был через три минуты, наряд неведомственной охраны с автоматами. Приехали к ней через три минуты, она тут же, опять же, собственно говоря, следуя нашим рекомендациям, написала заявление о вымогательстве. И эти ребята уехали в кресты, в СИЗО. Следственный изолятор. То есть их арестовали и в наручниках увели. И они там ей кричали, конечно, перед уходом, что она об этом пожалеет и все остальное. Пытались договориться с полицией. Вот чем, короче говоря, ситуация вот таким вот образом развернулась. Что вы думаете? Чем это все закончилось? Просидела эта публика три с лишним месяца в СИЗО. И сейчас они уже этапированы в колонию. Дело как раз, вот это вот дело, оно наложилось на импульс, который пошел с Челябинской области. Помните, да, истории, когда коллекторы кинули там зажигательную, бутылку зажигательную смесью в квартиру. И обгорел там маленький ребенок. И мать защищала, тоже обгорела. Также был резонанс по поводу того, что мэр какой-то там области вообще запретил коллекторские вот эти вот службы у себя внутри региона. Матвиенко и Справедливая Россия внесли, значит, законопроект в Думу о прекращении деятельности коллекторских служб. В общем, на фоне вот этих вот позитивных в нашем случае свершений случилась вот эта ситуация. Что там они только не требовали? Что они не просили, эти коллекторы? Никто к ним не шел на встречу. Ни один адвокат не осмелился их защищать. Более того, я стал на встречу, на сторону, естественно, своего студента. Мне было любопытно, но я не участвовал в процессе как официальный адвокат, потому что я не занимаюсь с уголовными преступлениями, но я ситуацию контролировал и кончилось с тем, что ребята уехали на официальный срок, живой, настоящий срок. Этому дали 3,8 с учетом отсидки. И девушке вот это в связи с тем, что она там предъявила паспорт, ой, простите, документ, что у нее на изделении мама, инвалид и все остальное, ей дали на 4 месяца меньше. Реального срока дали коллекторам. Поэтому такая вот история, я вас всех призываю ставить их на место хотя бы своим пониманием, что происходит. А у кого хватает смелости, действуйте так, как я вам рассказал. Они не имеют ни одного шанса вообще претендовать на законность своих действий. Это что касается визитов домой. Вот так радикально, категорично и без страха. По-другому и быть не может. Что еще я хочу вам рассказать? Звонки. Те самые звонки телефонные, которые вас так пугают. Именно эти звонки и являются основным инструментом пополнения казны коллекторов, вот этих вот банков и так далее. Чтобы вы понимали, опять же, кто такие коллекторы. Это обычное ООО. Любой из вас может открыть такую компанию, зарегистрировать ООО в налоговой инспекции и, само собой, начать деятельность. Получив доступ к так называемым биржам должников, это, в общем-то, несложно сделать. Обратившись в службу безопасности банка, любой начальник службы безопасности вам даст необходимые ссылочки, поможет зарегистрироваться. И банки выкладывают на этих биржах, совершенно незаконно выкладывают списки людей, которые не платят по кредитам больше либо меньше количества времени. Вот это незаконно, но доказать, как вы понимаете, причастность этих сайтов к банкам нереально. Так вот, при заключении агентского так называемого договора настраивается некий механизм, когда коллекторы, беря на обслуживание определенного человека, заключают договор само собой с банком и у них там внутри их только внутренние такие взаимоотношения. Ну давайте простыми словами, включается некая программа, которая отслеживает все действия финансовые данного конкретного должника, обрабатываемого коллектором. Так вот, с каждой вашей тысячи, принесенной в банк, коллектор в лучшем для вас случае получает 50%. 50% сразу автоматически система срабатывает. Только на ваш счет поступило 1000, ну я круглыми цифрами буду выражаться, сразу же из этой 1000 500 рублей уходит на счет коллектора. Поэтому не с такой дикой, собственно говоря, озлобленностью, рвением с таким, пытаются из вас вытрясти хоть какие-то деньги. И это говорит лишь только о том, что если вы не можете платить, лучше вообще ничего не носить. И доводите дело до суда, в суде будет вам гораздо выгоднее. Существует 333 статья, на основании которой вы имеете право просить суд по снижению неустойки. И судья в 99% случаев, если иск правильно составлен, если ходатайство правильно составлено, естественно, снижает эту неустойку до минимума. По закону сейчас больше двух ставок рефинансирования никто не имеет права насчитывать. И уж точно штрафы и пенни не должны превышать сумму долга на данный конкретный момент времени. Вот, знайте об этом. И уж точно запишите себе где-нибудь, зарубите, как говорится, на носу, что ни в коем случае нельзя выполнять требования коллекторов, потому что это будет длиться бесконечно. Если вы начали выполнять требования коллекторов, все, готовьтесь на всю жизнь погрязнуть вот в этих вот хождениях и в никуда таскание. И в итоге все равно рано или поздно банк подаст в суд. То есть вы поймете, что те деньги, которые вы носили по указанию коллекторов, вообще никаким образом не отражены в официальных документах. Это в том случае, если вы еще сможете разобраться в официальных документах. И я вот упрощаю вам задачу, просто откажитесь, если вы уже допустили просрочку, выбраться из этой просрочки, войти в график, так скажем, просто, ну, очень мало шансов. То есть есть шанс, что вы найдете клад, какое-нибудь либо наследство, да, получите и вот махом все это закроете, да. Ну, как вы понимаете, это малореальные такие вот варианты. Гораздо проще обратиться к юристам, либо самостоятельно, если хватает компетенции, начать правильный цивилизованный конфликт. И когда вам звонят коллекторы, вы просто об этом им сообщаете. Я не намерен, не намерена общаться с вами по телефону в каком-то виде, потому что я заключила договор именно с банком. Все вот эти вот ваши предложения о каком-то сотрудничестве и о том, что вы сопровождаете мои отношения с банком, ничего общего не имеют с законом. Есть я, и есть договор, и есть банк. И в посредниках я не нуждаюсь так и заявлять. Потому что коллектор – это посредник. И как минимум банк обязан был в официальном формате вас уведомить о том, что он подключил работу посредника. Но это все равно не обязывает вас взаимодействовать с посредником. Это проблемы того самого посредника, что он не может вас склонить к общению. Вот и все. Понимаете, да, какая ситуация простая? Вот припростая, если уж хотите. Просто посылайте их на три буквы посередине «у». Знаете, какое слово? В какое место? В суд. Вот и все. Все наши разногласия мы будем решать только письменно, либо в суде. И не бойтесь, пожалуйста, слова «суд». В суде вы сможете зафиксировать сумму долга. Понимаете, прекратить рост шапки долга. Как это сделать? Именно в суде, только в суде вы сможете расторгнуть договор, который не соответствует действующему законодательству. А как я вам говорил, помните в одном из моих сообщений, обращений, что 100% всех кредитных договоров в больше либо меньшей степени противоречат действующему законодательству. Так вот, это повод для того, чтобы расторгнуть эти договоры перед банком, в суде это можно сделать. Как только вы расторгаете договор, вы понимаете, нет договора, нет поводов для начисления санкций, штрафных, вот этих пенений, неустоек. Ну и понятное дело, шапка долга не растет. Вы можете потом спокойно через судебного пристава комфортными платежами выплачивать свой долг. Ну и если вы обратитесь к грамотным юристам, то само собой, если есть возможность вообще прекратить исполнительное производство, любой юрист, который действительно понимает, что он делает, сможет организовать вот этот, скажем так, вариант в течение обстоятельств. Ну можете к нам обратиться. Под видео есть все необходимые реквизиты для того, чтобы вы могли обратиться к нам. В общем, ничего не бойтесь, никого не бойтесь. Гражданин всегда на первом месте по сравнению с любым коммерческим подразделением и государством, если все правильно делать, будет вставать на сторону простого человека. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер, поэтому не стесняйтесь, заявляйте в прокуратуру, на визиты коллекторов, на звонки, в полицию, не бойтесь. Можете обратиться в нашу компанию, мы вам дадим шаблоны, заявление, в прокуратуре вам тоже обязаны предоставить шаблон заявления, поэтому ничего не бойтесь. И помните, вторая статья Конституции Российской Федерации, честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства. Ну что, на этом я хочу закончить очередное обращение. Мы еще с вами встретимся и не раз. На связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания Алиан. Здоровья вам, вашим близким и финансового благополучия. До свидания.